Вы считаете, что сегодня погода была ужасная? Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Вас прекрасно понимаю. И предлагаю вам прогноз погоды на завтра, 18 апреля в Украине. Погода была ужасная, это точно. Для многих по летнему теплая погода после проливных дождей с резким потеплением на 15-20 градусов создала серьезные проблемы. Но надеюсь, что мой медицинский прогноз погоды в Украине на сегодня, 17 апреля, хоть кому-то помог. Хотите его посмотреть, наберите в поисковике, я думаю, что вы его легко найдете. И очень хорошо, что завтра, 18 апреля, рабочий день. Потому как на большей части территории Украины погода уже не такая летняя, как вчера. И у вас максимум, что получится, это получить солнечные ванны и витамин Д во время совершения небольшой по интенсивности физической нагрузки. Просто при перемещении на работу или домой, утром, обычно, когда вы идете на работу и вечером возвращаетесь после работы, температура воздуха существенно ниже. А солнечные ванны в это время самые полезные. А вот жителям южных и восточных регионов Украины, а также Закарпатья, завтра будет несколько сложнее. Если нагрузка более значительная, то потери воды путем испарения, спаряности кожи, а также через органы дыхания, могут стать чрезмерными. В результате попытка одновременно позагорать и поработать физически достаточно интенсивно, может через критическое увеличение вязкости крови закончиться сердечной недостаточностью. Либо обострением тех болезней, о которых вы знаете. Либо проявлением тех болезней сердечно-сосудистой системы, которых вы еще пока не знаете. И важно это совмещать правильно. Одежда должна быть легкой. Она должна быть обязательно. Должна прикрывать максимальную поверхность кожи. И в случае, если она промокла, ее нужно немедленно заменить. Потому как потери воды путем испарения с мокрой одежды увеличиваются в разы. А в это время вы рискуете. Вязкость крови растет чрезмерно быстро. И риск для здоровья и вашей жизни постепенно увеличивается. Проживающим в южных, восточных областях Украины, а также в Закарпатье холериком, во избежание конфликтов на работе или в быту, советовал бы поносить немножко темные очки. Чтобы нервную систему не перевозбуждать внезапно таким открывшимся потоком солнца. А вот скромный ужин и постный завтрак будут очень даже кстати. Достаточно много сюрпризов принесет завтра погода на западе Украины. Ветреная, с переменной облачностью и высокой вероятностью дождя можете испортить день и проверить уровень здоровья у многих. Однако, если день будете начинать и заканчивать шотландским, либо контрастным душем, и переменная погода пойдет вам только на пользу. В питании, учитывая некоторое снижение температуры до нижней точки области теплового комфорта, то есть до 18 градусов, завтрак должен быть достаточно плотным. Мясо, рыба, птица по выбору. А вот овощной гарнир не обсуждается. В нем больше витаминов, чем в весенних овощах и зелени. Примерно такие же, но более мягкие погодные условия и в северных областях Украины. Это Сумы, Чернигов, Киев. Где некоторое похолодание к нижней точке области теплового комфорта на фоне переменной облачности даст возможность отдохнуть после почти летнего тепла в воскресенье. и восстановиться. А также облегчение получат те, у кого есть заболевания сердечно-суистой системы, тяжелые в виде ишемической болезни сердца, атерослероза сосудов. Им будет значительно проще выживать в таких более комфортных условиях. А вот самая сложная погодная обстановка в центральных областях Украины Полтава, Черкассы, Кировоград, Днепропетров, Запорожье они почувствуют на себе эту погоду. Ведь высокая температура и влажность воздуха с самой высокой вероятностью весенних гроз таки испытает на прочность вегетативную нервную систему у многих. Потому не только метеозависимым, но и метеочувствительным. А также всем остальным умеренность во всем и частое дробное питание не повредят. А также употребление напитков малыми дозами на протяжении дня. Ну и умеренность в физических либо эмоциональных нагрузках. Осторожно с приемом медикаментов. Особенно влияющих на нервную систему и сердечно-сосудистую систему. Потому как до, во время и после грозы ваш организм будет реагировать различно. Однако все может измениться. И прогноз погоды может ошибаться. Ну тот, на который я ориентируюсь, когда пишу видео «Медицинский прогноз погоды». Потому учитесь правильно изменять свой образ жизни в соответствии с такой капризной и переменчивой весенней погодой. В каждом видео есть рациональное зерно, как себя правильно вести в той или иной ситуации. А у природы нет плохой погоды. Вся какая погода для вашего здоровья – благодать. Вчера погода была ужасной. Но только для неосведомленных. Чтобы такие эпитеты в меньшей степени относились к вам, смотрите прогноз погоды на завтра, уже сегодня. Хорошей вам погоды и разумного к ней отношения. И не забудьте поставить лайк, отправить своим друзьям. Возможно, им тоже не повредит правильно вести себя в таких переменных погодных весенних условиях, как наблюдаются сейчас. До новых встреч на моем канале! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!